Почас анализу стану справа по забеспечению вязковцев продуктами харчевания и промысловыми товарами, бадай наибольшь значной заваги у адрес областного союза споживецких товаристов. Недостатковый ассортимент, высокая протерминованная запозиченность и, як следствие, снижение объёма розничных товарооборотов, работа сельского гандлю, увогли, выкликая шмат пытаний, до первых жнивня на гомишне зробить деталёвый анализ ситуации, а поколь вырешено звернуться до районных советов депутатов с просьбой предоставить информацию о проблемах у деятельности местовых объектов в гандлю. То, что касается населённых пунктов, свыше тысячи туда уже присматриваются даже сетевики наши, но это ещё пока медленно процесс идущий, и вокруг концентрация, это такие крупные населённые пункты. А так, в основном, это местные, как правило, это местные бизнесмены, те, которые уже имеют торговлю или открывают новые объекты. Ещё одно питание на парадку дня – вход на рыхтовки травянистых кормов. Тут так само есть проблемы. Поколь их на запасе ли только 10% от необходимого объёма. Причин – некакие, у тым леку – объективных. Протягиваясь пякотная надворья, казала негативный уплыв и на процесс на рыхтовки кормов. Негий час трава расти у парты не жадала. Зараз, правда, прошли дождей, и ситуация повинна полепшиться. Сярод субъективных причин недостатковых темпов, неподрыхтованная до полевых работ, кормоуборочная техника – тычатся гэта не у сих господарок, але такие приклады на гомишне не есть. Появные пытания возникают и по якости нарыхтованного. Правда, во унитарном сельскохозяйственном предприятии Славбол в реальности выконания плановых заданий не сомневается. На сегодня основный показчик – колькость центров кормовых одинок на умовную голову живёлы. Тут на 70% перевышая среднеобластных. Кажут, что на вот таких не самых спроявленных климатичных умовах можно нарыхтовать якостные кормы. Головные притремливаются технологией. Самый основной приоритет для того, чтобы заложить, подготовить и выскормить качественные корма – это, конечно же, фаза. Та фаза оптимальная, в которую должно быть скошено, заложено, либо закручено, скажем, в рулоны, как мы говорим, о прогрессивных технологиях закладки кормов. До речи дождей, яке прошли в почный час, оказали становший уплыв и нарост кукурузы, яе уборка на корм будет проводиться уж дневнее, але уже зараз можно казать, что гэта культура дозволить значно повеличить объёмы и якость нарыхтованга. Олег Сентеров, Валерий Капанько, Телерадокомпания Гомель.